Добрый день! Вас приветствует Академия анализа данных статцов ТРАЖ. Меня зовут ТРАЖева Анастасия, и я являюсь техническим специалистом. Сегодня я буду вести открытую лекцию для студентов технических вузов. Уважаемые слушатели, если в ходе трансляции у вас возникнут вопросы по какой-то теме, рассмотренные на лекции, то вы можете задать их во всплывающем окне, расположенном в нижнем правом углу экрана. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы, однако если вопросов будет слишком много, то мы ответим на оставшиеся вопросы в конце трансляции или же по электронной почте. Обращаем ваше внимание, что для того, чтобы вы смогли ответить на ваш вопрос, при исполнении формы необходимо обязательно указать ваше имя, фамилию и электронный адрес. Современный мир построен на огромном количестве информации, для работы с которой необходим грамотный всесторонний анализ. Следовательно, невозможно обойтись без системы, позволяющей провести этот анализ. При анализе данных необходимо провести различные процедуры, чтобы описать и представить исходные данные, а затем проанализировать их. Кроме того, важным моментом анализа является правильная интерпретация полученных результатов. Сегодня на реальных примерах, взятых из различных областей человеческой деятельности, будут продемонстрированы основные методы, которые необходимы для грамотного проведения исследования. И вначале поговорим о вероятностных распределениях. Вообще существует огромное количество различных теоретических вероятностных распределений. Сегодня мы рассмотрим наиболее известные из них – нормальное распределение и распределение х2. В программе «Статистика» существует замечательное средство, которое используется для исследования распределений. Это вероятностный калькулятор. Он делает ненужными многие таблицы, которые вы наверняка видели в книгах по математической статистике. Так что же такое вероятностный калькулятор? Вероятностный калькулятор – это средство, которое позволяет максимально быстро построить график наиболее употребляемых функций распределения и их плотностей, а также вычислить процентные точки, квантили, соответствующие вероятностям, выраженным в процентах. И первым делом мы поговорим о нормальном распределении и его параметрах. Нормальное распределение – наиболее часто встречающееся на практике распределение. Если вы вспомните различные математические критерии для анализа данных, которые вы изучали, то вы заметите, что деление на типы параметрические или непараметрические методы производится как раз таки в зависимости от распределения исходной переменной. Если распределение переменной близко к нормальному, то используются параметрические методы. А если распределение переменной отлично от нормального, то используются непараметрические методы. Приблеженно описать нормальным распределением можно такие понятия, как рост взрослых людей, случайные ошибки в экономических рядах, а также в рядах, возникающих в промышленности, в радиотехнике техники и так далее. Нормальное распределение имеет всего два параметра. Среднее, которое обозначается μ, и стандартное отклонение, которое обозначается σ. Плотность нормального распределения. Плотность нормального распределения задается следующей формулой. Если посмотреть на график плотности нормального распределения, то можно увидеть, что он похож на колокол. Давайте разберемся с тем, какой смысл имеют входные параметры для нормального распределения, а именно среднее и стандартное отклонение. Среднее значение нормального распределения – это середина колокола. График плотности нормального распределения симметричен относительно среднего, и среднее определяет вершину или середину колокола. Под среднем в программе статистика всегда понимается среднее арифметическое. Давайте перейдем в программу статистика и посмотрим, где у нас располагается вероятностный калькулятор. Он располагается в модуле анализ, вкладке вероятностный калькулятор, распределение. Здесь, в левой части окна, мы видим все множество распределений, которое нам предлагается. Мы сейчас изучаем нормальное распределение и его мы и выберем. В поле среднее поставим значение 1. И в поле P поставим значение 0,5. Также поставим галочку у опции график для того, чтобы получить график. Нажимаем кнопку «Вычислить» и получаем затонный график. Среднее значение на данном графике действительно равно 1. Теперь давайте изменим входной параметр среднее и посмотрим, как изменится выходной график. Зададим среднее значение, равное 3. И снова нажимаем «Вычислить». Снова нам выдался график. Он изменился. И теперь, если мы более детально посмотрим на данный график, то мы можем увидеть и сделать вывод, что при изменении среднего значения график плотности нормального распределения сдвигается по оси абсцисс, то есть по горизонтальной плоскости. И если мы будем увеличивать среднее значение, то график плотности будет сдвигаться вправо. А если мы напротив будем уменьшать значение среднего, то график плотности будет сдвигаться влево. Пик плотности нормального распределения находится в точке с абсциссой, равной среднему значению. График плотности полученного распределения симметричен относительно этого значения. И следующим пунктом мы поговорим о стандартном отклонении. Стандартное отклонение определяет ширину колокола. Чем больше стандартное отклонение, тем колокол шире. И наоборот, чем меньше стандартное отклонение, тем колокол хуже. И мы можем в этом убедиться в программе статистика. Закроем предыдущие результаты. Зафиксируем среднее в положении 0. Для начала вспомним такое понятие, как дисперсия, которое хорошо известно с курса теории вероятности. Дисперсия отображает меры рассеяния плотности вероятности относительно среднего значения. И квадратный корень из дисперсии равен стандартному отклонению. Чаще всего дисперсию обозначают как сигма в квадрате. Стандартное отклонение обозначает просто сигма. Обе эти характеристики положительны и могут принимать, сколько угодно, большие значения. Стандартное отклонение ставим единицей. Нажимаем «вычислить». Мы получили график. И теперь посмотрим, что будет, если задать стандартное отклонение равное 2. Снова нажимаем «вычислить». Получилось у нас два графика. Давайте более детально их рассмотрим. Мы видим, что при увеличении стандартного отклонения плотность нормального распределения расплывается. То есть разброс увеличивается. Соответственно, при уменьшении стандартного отклонения плотность, наоборот, сжимается и концентрируется вокруг максимального значения. Таким образом, разброс уменьшается. Давайте теперь рассмотрим пример использования нормального распределения. Допустим, мы знаем, что средний рост взрослых мужчин, живущих в России, приближенно имеет нормальное распределение со средним значением 176,6 см. И стандартное отклонение 7,63 см. Произвольным образом будет выбираться любой взрослый мужчина. Какова вероятность того, что рост этого наугад выбранного мужчины не больше 185 см и не меньше 175 см? Как раз такую задачу мы можем решить с помощью инструмента статистика. Мы снова обращаемся к вероятностному калькулятору. Выбираем нормальное распределение. В поле среднее задаем среднее значение, которое было озвучено. В поле стандартное отклонение задаем наше стандартное отклонение. И в поле х задаем значение на 185. Нажимаем вычислить. Мы можем убрать здесь галочку график. Нажимаем вычислить. Мы получили P-уровень. И нам сейчас необходимо его запомнить. Для удобства я создам таблицу и буду в него помещать параметры. Для задания новой таблицы мне необходимо нажать кнопочку создать. Задать число необходимых переменных наблюдений. Я оставлю как есть. И теперь я копирую из окна вероятностного калькулятора в окно переменной. Теперь посчитаем следующую величину, которая нам необходима. Мы зададим параметр х 175. И также нажимаем вычислить. Вспоминаем это значение. Теперь нам необходимо из первополученного P-уровня вычесть второй. Это нам тоже очень просто сделать с помощью программного продукта статистика, чтобы не считать это на калькуляторе. Мы зайдем в спецификацию переменной. Зададим ей формулу. Это будет V1 минус V2. Соответственно, V1 – это наше первое число, V2 – наше второе число. Нажимаем ОК. И у нас вычислилась величина, которая нам и была необходима изначально. Эта величина говорит нам о том, что с вероятностью практически 45%, ну 0,45, рост наугад выбранного мужчины будет находиться в промежутке от 175 до 185 см. Таким образом, задача решена. И переходим к следующему типу распределения – распределение х2. Имея нормальное распределение, можно построить и другие важные распределения. Случайная величина, имеющая распределение х2, определяется как сумма квадратов к независимых стандартных нормальных величин. Небольшое пояснение. Нормальная случайная величина – это величина, имеющая нормальное распределение. Стандартная же нормальная величина – это величина, имеющая нормальное распределение со средним значением 0, дисперсии – 1. В распределении φ2 есть только один входной параметр – параметр k, который является степенью свободы. И также мы здесь должны познакомиться еще с таким понятием, как стандартизация данных. Эта процедура очень часто используется при анализе данных и выполняется она по следующей формуле. Из величины вычитается ее средняя и полученная разность делится на величину стандартного отклонения. Давайте теперь вернемся к распределению φ2 и построим его в вероятностном калькуляторе. Здесь это обозначается как х квадрат. И в поле степени свободы задаем значение 7. Пусть у нас будет 7 степеней свободы. В поле П задаем 0,95. Поставим галочку у опции «Обратная функция распределения». Нажимаем «Вычислить». В строке х квадрат получаем число 14 с небольшим. Это квартиль х квадрат распределения с 7 степенями свободы. Теперь выберем опцию «График» и нажимаем «Вычислить». Таким образом мы получили график плотности и функции распределения случайной величины х квадрат с 7 степенями свободы. Давайте построим теперь графики для 10 и 17 степеней свободы и посмотрим, что у нас будет изменяться. Каждый раз мы вводим новое значение в окошке, нажимаем «Вычислить» и получаем в новом окне новый график. Посмотрим, что у нас получилось более подробно. Здесь мы видим, что при увеличении числа степеней свободы пик плотности распределения уменьшается и смещается вправо. То есть распределение как будто бы расплывается по положительной оси. Хотелось бы заметить, что распределение х квадрат играет очень важную роль при исследовании оценки дисперсии нормальной выборки, а также при проверке зависимости в таблицах сопряженности и в критериях согласия. И теперь мы можем приступить к следующему разделу – «Визуальные анализы». Прежде чем приступать к визуальному и описательному анализу, необходимо разобрать некоторые понятия, связанные с определением типов переменных. И давайте мы сейчас к этому и приступим. На данном слайде представлены основные типы переменных. Непрерывные переменные – это такой класс переменных, которые могут принимать любые нечисленные значения и могут быть распределены естественным образом по числовой прямой. Примерами таких переменных являются рост, вес, цена, длина, высота, ширина и многие другие параметры. Статистика следующие два класса переменных – порядковые и категориальные – для удобства объединены вместе и называются категориальными переменными. Эти переменные часто выступают в роли группирующих переменных при выполнении различных анализов. К категориальным переменам можно отнести такие показатели, как пол, цвет глаз, название товаров, наименование услуг и многие другие. Если категориальная переменная принимает только два значения, например, да или нет, или женский и мужской пол, то такая переменная называется либо дихотомической, либо бинарной. Прежде чем проводить какие-либо анализы, необходимо грамотно визуализировать исходные переменные. Для этого используется визуальный анализ. Сейчас мы рассмотрим основные типы графиков, которые используются при визуальном анализе. Это двумерные графики, такие как гистограмма, диаграмма размаха, круговая диаграмма, диаграмма рассеяния и линейные графики. Также существуют трехмерные графики, гистограммы, диаграммы рассеяния и многие другие графики, которые существуют в двухмерном варианте. Также можно построить их в трехмерном. Также выделяется отдельный класс графиков. Это категоризованные графики, которые позволяют нам дополнительно разбить наши данные на группу. В рамках нашей лекции мы рассмотрим некоторые виды графиков, которые сейчас были озвучены. И первый вид графика – гистограмма. Говоря формальным языком, гистограмма является графическим изображением зависимости частоты попадания элементов выборки от соответствующего интервала группировки. Это наиболее популярный способ визуализации непрерывных и категориальных переменных, и, скорее всего, вы в своей практике с ним уже встречались. Следующий вид графиков – это график диаграммы размаха. Диаграмма размаха является своеобразным способом визуализации основных описательных статистик. И часто такой график называют ящики-усы. В ящике содержится 50% всех наблюдений для данной переменной. Центральная линия или точка характеризует либо среднее, либо медианное значение, в зависимости от того, какие опции вы выберете. Такой график эффективно применяется при визуализации непрерывных переменных. График «Круговые диаграммы». Данные графики часто удобно использовать, когда нужно показать долю каждой величины в общем объеме. Вся совокупность переменной, то есть 100%, выражается кругом. Относительная величина каждого значения изображается в виде сектора полученного круга, площадь которого соответствует вкладу этого значения в сумму значений. Такой график очень часто используется для категориальных переменных. Диаграммы рассеяния. Такой график используется для демонстрации наличия или отсутствия корреляции между двумя переменными, то есть для отображения связи между объектами. На диаграмме рассеяния откладываются две непрерывные переменные по оси Х и У, а точками на графике показывается каждый отдельный объект. Теперь я предлагаю перейти в «Статистика» и посмотреть это наглядно. Построить графики, которые сейчас были озвучены. Я закрою все предыдущие анализы и открою файл данных. Это делается с помощью меню «Файл», «Открыть» или нажав на иконку папочки. И мы откроем параметры объекта гайка. Здесь у нас есть такая таблица. Здесь у нас заданы некоторые параметры гаек. И такую таблицу будет необходимо визуализировать. Начнем с построения гистограммы. Все графические методы статистика реализованы в модуле «Графика». Первые четыре строки – это быстрый доступ к графикам. И в папке «2м.графики» мы можем видеть все многообразие остальных графиков. Нас сейчас интересует график гистограммы. Появляется диалоговое окно. И первым делом, конечно же, необходимо выбрать переменные. Выберем переменную прочность. Выбираем, нажимаем «Ок». И нажмем снова «Ок». И мы получили гистограмму для данной переменной. Обратите внимание на красную линию, которая здесь вывелась. Это линия подгонки нормального распределения. То есть с ее помощью вы можете визуально провести оценку близости распределения переменной к нормальному. И здесь сверху задана формула. Подгонку при желании можно включать или не включать на график. А также добавить или удалить в процессе работы с уже готовым графиком. Чтобы перейти к настройкам для любого графика, необходимо кликнуть дважды по любой области графика. У нас получается вот такое диалоговое окно. И здесь у нас есть настройки для размера окна графика, для всего поля графика. Здесь мы можем изменить внешний и внутренний цвет фона. Я сейчас пройдусь по основным настройкам, которые чаще всего встречаются. Когда мы строим гистограмму, здесь появляется раздел гистограмма. И здесь мы можем изменить интервалы разбиения графика. Например, можно поставить фиксированное число категорий. И также можно с помощью меток точек добавить проценты и частоты на график. Тоже достаточно удобная функция, которая часто бывает нужна. Это что касается всех настроек для графиков. Также, если мы хотим изменить подписи к графикам, это верхние три строчки, которые у нас здесь есть. Если мы хотим их удалить, то мы просто выделяем эту строку и нажимаем «Delete». Если же нам надо изменить часть строки, то мы дважды по ней кликаем и ненужные слова просто удаляем. Здесь у нас доступен небольшой текстовый редактор, где можно изменять практически все, что угодно для подписи. И теперь построим следующий график, который был сегодня озвучен. Это диаграмма размаха. Заходим в модуль графика. Дваем графики. Раздел диаграммы размаха. Конечно, первым делом выберем переменные. Выберем переменную масса. И здесь у нас есть возможность выбрать группирующую переменную. Мы ее пока выбирать не будем. Обратите внимание, в диалоговом окне представлена схема будущей диаграммы. И если в поле «Средняя точка» выбрать медиана, то у нас будет показываться медиана здесь, как средняя точка. В ящике лежат в квартире. И в «УСах» у нас максимальное и минимальное значение без выбросов. И если мы выберем среднее значение, среднюю точку, то здесь у нас будет выводиться необходимые параметры для описания средней точки. И также можно выбрать тип отображения, точка или линия. Давайте здесь будет точка. Здесь мы выбираем медиан. Нажимаем «Ок». И мы видим диаграмму размаха для переменной массы. И при двойном клике на область графика появляются те же самые настройки, что для гистограммы. С одним лишь отличием, что там у нас была гистограмма, а здесь у нас диаграмма размаха и есть о размахе. Здесь также возможны изменения многих настроек. Также обратите внимание, что для такого графика у нас становится доступна так называемая легенда. И легенду также можно редактировать дважды по ней кликов. И теперь мы можем изобразить не только одну переменную, как способ визуализации описательных статистик, а можем как-то разделить нашу исходную переменную на группы. И для этого нам необходимо развернуть наш диалог анализа из панели инструментов и снова нажать кнопку «Переменные». Выбрать группирующую переменную. У нас это будет ценовая категория. Нажимаем «Ок». И снова «Ок». И теперь мы видим распределение выбранной зависимой переменной по группам. Данное представление позволяет нам сравнивать выбранные группы относительно медианного значения. И вообще мы можем посмотреть их распределение по отдельности. Здесь у нас представлена первая и вторая ценовая категория. И видим, как они друг с другом соотносятся. Настройки также доступны все те же самые. И теперь построим следующий тип графика. Круговая диаграмма. Располагается в модуле графика. 2М графики. Круговые диаграммы. Выберем переменные. Мы выберем переменную ценовую категорию. Нажимаем «Ок». И снова «Ок». Вот такая круговая диаграмма у нас получилась. И если мы вернемся к нашему анализу, то мы можем во вкладке «Дополнительно» увидеть, что мы можем поменять не только тип, но и форму графика. То есть здесь у нас получается, как его называют еще, «Пирог». А мы можем получить плоский график. Например, 2М окружность. Нажимаем «Ок». В таком случае график будет выглядеть несколько иначе. Это зависит уже от вкусовых предпочтений. И также можно добавить необходимые условные обозначения на график. Добавить текстовые метки, как у нас здесь было. То есть первая, вторая ценовая категория определенные. Можно добавить процент к таким наблюдениям. Ну, к таким графикам. Или к значениям. Также можно что-то из этого отдельно вывести. Выведем, например, текст и процент. И видим, как это удобно. Что понятно, сколько процентов наблюдений лежит в данной ценовой категории. И в другой тоже. Здесь доступны достаточно интересные настройки для круговой диаграммы. Как вы видите, здесь у нас тоже изменилось сразу. Вот наш тип графика настройки. Мы можем изменить цвета секторов. Или отделить их. Например, хотим меньший сектор. Отделить. Как-то акцентировать на нем внимание. Включим отделение сектора. И поставим необходимую галочку. Нажимаем ОК. И видим, что сектор у нас отделился. И теперь закроем этот график. И перейдем к следующему типу. Диаграммы рассеяния. Он также располагается в модуле графика. И доступен в быстрой вкладке. Выбираем переменные. Выберем переменные длина и ширина гайки. Нажимаем ОК. И снова ОК. Мы получили, что по оси Х у нас отложена длина. По оси У ширина. И каждая точка, если на нее навести, мы видим координаты ОХ и ОУ. И через знак решетки у нас отмечено, какое это наблюдение. Также мы не можем не заметить красную линию, которая у нас здесь проведена. Это линия простой регрессии. То есть это уравнение, которое описывает данную прямую. Оно выведено здесь. И здесь у нас зависимость длины от ширины выведена. Более подробно к уравнению простой регрессии мы вернемся с вами чуть позже. Также хотелось бы остановиться на настройках для данного графика. Здесь у нас очень актуальны общие настройки для такого графика. Потому что это дает нам возможность менять метки для точек. То есть вместо таких кружочков, незакрашенных, мы можем их закрасить или сделать какой-либо другой формы. А также изменить их цвет. И линию подгонки также можно удалить при необходимости. Для этого мы дважды на нее кликаем. И либо выключаем шаблон для линии подгонки, либо просто нажимаем удалить. И вот подгонка у нас просто исчезла вместе со своим уравнением. На этом визуальный анализ можно считать оконченным. И можем смело переходить к следующему разделу. Это описательный анализ. Мы получили уже визуальное представление об исходных переменных. И теперь необходимо записать их в численном эквиваленте. Как раз для этого мы будем использовать описательный анализ. Основными описательными статистиками являются меры среднего. Это само среднее, среднеарифметическое, медиана и мода. Давайте поподробнее рассмотрим, что собой представляет каждая из этих мер. Как уже говорилось ранее, под средним статистикой поднимается среднее арифметическое. Оно вычисляется вот по формуле, которую мы здесь видим. То есть у нас делится сумма значений всех переменных на количество значений. Я думаю, что со средним арифметическим многие уже знакомы. И оно никаких трудностей вас не вызовет. Средне характеризует центральное положение непрерывной переменной. И данный показатель крайне чувствителен к разбросу данных. То есть наличие экстремально больших и экстремально малых значений будет очень сильно влиять на значение среднего. Также среднее очень зависит от размера выборки. Если вы заметите, то у нас здесь размер выборки как раз есть в формуле. Следующее понятие – медиана. Медиана – это показатель, который характеризует среднее положение среди точек данных, разбивая выборку на две равные части. Другими словами, медиана – это центральная точка вариационного, то есть упорядоченного ряда. Экстремальные значения в данном случае оказывают меньшее воздействие, в отличие от среднего. И нам тут важны сами значения переменной. Точнее, нам наоборот не так важны значения переменной, и они не учитываются при поиске значения. Важен именно порядок наблюдений. Таким образом, весь наш ряд, который у нас имеется, сначала упорядочивается, а потом делится пополам, и значение, которое будет лежать посередине, как раз является медианой. Мода. Мода – это некоторое значение переменной, которое встречается наиболее часто. И визуально мы можем описать моду, как самый высокий столбец в гистограмме. Бывают случаи, когда в совокупности встречается больше, чем одна мода. В таких случаях говорят, что совокупность мультимодальна, или что мода множественна. И данный показатель чаще всего используется для описания категориальных переменных. Теперь давайте перейдем к описанию мер разброса для мер средних. И первая мера разброса – это квартили и квартильный размах. Квартиль – это четвертая часть всей в совокупности выборки, представленной в виде вариационного, то есть порядочного ряда. И, как вы понимаете, это мера разброса для медианного значения переменной. Верхняя квартиль, или, как ее еще называют, 75% квартиль, показывает, что 25% всей выборки больше данного значения. А нижняя квартиль показывает, или, как ее еще называют, 25% квартиль, что 25% всей выборки меньше данного значения. Соответственно, квартильный размах – это диапазон вокруг медианы, который равен разности верхней и нижней квартили. Соответственно, в данном случае у нас выборка уже разбивается на 4 части и отсекается четверть сверху, четверть снизу, и середина – это медиана, а четверть – это квартиля необходимая. И следующее понятие – это стандартные отклонения. Стандартные отклонения – это мера разброса для показателя среднее арифметическое. Оно вычисляется на основании дисперсии. И если вы обратите внимание на формулу в самой нижней строке слайда, то увидите, что стандартные отклонения – это не что иное, как корень из дисперсии. Можем это наблюдать. Данный показатель отображает изменчивость значений переменной и оценивает степень их отличия от среднего. И еще одной мерой разброса для показателя среднее арифметическое является доверительный интервал. Доверительный интервал – это диапазон значений, в котором с определенным уровнем доверия содержится истинное значение параметра. Например, 90% доверительный интервал означает, что истинное значение величины попадает в рассчитанный интервал с вероятностью 90%. Обычно доверительный интервал устанавливается на уровне 95% и определяется как плюс-минус 1.96% стандартной ошибки. Теперь давайте перейдем в статистику и попробуем посчитать какие-либо описательные статистики. Все анализы в программе «Статистика» располагаются в соответствующем модуле «Анализ». И описательные статистики располагаются в модуле «Основные статистики и таблицы» под пунктом «Описательные статистики». В литературе мы можем иногда встречать названия для описательных статистик «Дескриптивные статистики». Это, в общем-то, одно и то же. Большинство описательных статистик, кроме моды, ну, например, кроме моды, используются для описания непрерывных переменных. Поэтому сейчас мы выберем именно непрерывные переменные. Это у нас все переменные, кроме переменной ценовой категории. И нажимаем «Ок». Теперь мы перейдем во вкладку «Дополнительно» и выберем те описательные статистики, которые нас интересуют. Мы выберем среднее, медиану, моду, квартире, квартирный размах. И я думаю, на этом хватит. И чтобы получить описательные статистики, мы нажимаем «Ок». Получаем такую развернутую таблицу. Где у нас первый столбец – это количество наблюдений, которое у нас есть. Здесь это нужно для того, чтобы вы видели, если у вас пропущены какие-то параметры у некоторых объектов, то это будет здесь отображаться. Также выведена средняя для каждого параметра, медиана, мода. И, в принципе, все то, что мы с вами выбрали в вкладке «Дополнительно» у нас здесь отображается. Достаточно компактная таблица, очень удобно ей в дальнейшем будет пользоваться. И на следующем этапе нашей лекции мы рассмотрим такие анализы, которые позволяют сравнить показатели для двух групп. Известно, что при сравнении показателей для двух групп используются или Т-критерии студента, или его непараметрические альтернативы. Давайте перейдем к рассмотрению заявленных критериев. И, как и у любого критерия, для применения Т-критерия студента необходимо выполнение некоторых предположений. А именно, во-первых, анализируемый признак является количественным, то есть представлен непрерывной переменной. Во-вторых, признак должен быть нормально распределен в каждой из групп, то есть нам будет необходимо проверить распределение переменной по группам с помощью визуальных или статистических методов. В-третьих, дисперсии анализируемого признака должны быть в группах равны. Этот пункт необходим для того, чтобы показать, что исследуемые выборки принадлежат одной генеральной совокупности. И заключительный, и самый важный пункт состоит в том, что для выполнения данного критерия необходимы только две группы. И мы знаем, что все критерии имеют нулевую и альтернативную гипотезу. И для Т-критерия студента нулевая гипотеза звучит так. Средние значения признака в исследуемых группах равны. Соответственно, альтернативная гипотеза – средние значения признака в исследуемых группах не равны. И рассмотрим первый тип из данного класса критериев. Это Т-критерий для независимых выборок. Он используется в тех случаях, когда нам необходимо сравнить две группы, разделенные по какой-либо категории. То есть у нас есть одна непрерывная переменная, которая будет выступать в роли зависимой, и одна категориальная, которая будет являться группирующей. Мы будем рассматривать файл шины 2014, который иллюстрирует данные по рынку автомобильных шин. И давайте составим небольшой план анализа. Он будет выглядеть для данного критерия следующим образом. Во-первых, нам будет необходимо выбрать зависимую и группирующую переменную для анализа. Во-вторых, необходимо сделать проверку на нормальность каждой исследуемой группы. В-третьих, необходимо сделать проверку однородности дисперсий в исследуемых группах. И, наконец, в-четвертых, мы поймем, какой из анализов мы должны использовать и будем его использовать. И в данной таблице рассматриваются две фирмы, точнее, две страны-производителя. Это Япония и Корея. Эти данные содержатся в переменной страна-производителя. И цель нашего анализа будет состоять в том, чтобы рассмотреть, зависит ли выставленная цена на шины от страны-производителя или нет. Таким образом, мы выбрали переменную, которая будет являться зависимой, и группирующую переменную. Соответственно, зависимая цена-минимум и группирующая страна-производитель. Поскольку мы переменные выбрали, мы можем перейти к следующему этапу анализа согласно плану. Для этого мы переходим в программу статистика и открываем необходимую таблицу. Вот, столбец у нас цена на шины минимальная, страна-производитель. Вот, как мы видим, Япония и Корея. Для начала нам будет необходимо, как мы помним, по плану у нас второй пункт это проверка на нормальность распределения. Давайте разберемся, каким же образом проходит проверка на соответствие переменной и нормальному распределению. Нам необходимо зайти во вкладку «Анализ», «Основные статистики и таблицы» и «Описательные статистики». Здесь у нас есть вкладка «Нормальность», которая как раз нам поможет для проверки. Переменную мы выбираем цена минимум, так как она именно и является у нас зависимой. Но здесь важен такой момент. У нас проверка должна происходить отдельно в каждой группе. И для того, чтобы произвести такое разбиение, мы должны нажать на кнопку «По группам» и выбрать группирующую переменную. У нас это будет переменная страна-производитель. Нажимаем «Ок». Снова «Ок». И теперь можем смело анализировать. И для начала мы выберем критерий. Здесь у нас есть несколько критериев для проверки соответствия распределения нормальному. Но самым мощным критерием из ныне известных является критерий Шапира-Уилка. И будем использовать как раз его. Нулевая гипотеза для такого критерия формулируется так. Распределение исследуемой переменной близко к нормальному закону распределения. И альтернативная гипотеза распределения исследуемой переменной отлично от нормального. Соответственно, мы поставили галочку. И теперь нам необходимо нажать кнопку «Гистограммы». И таким образом мы получим гистограммы по группам с результатами для критерия. В рабочей книге мы видим слева в окне. У нас создалось три графика. Раз, два и три. Первый график касается всех групп, то есть это общий график. И здесь у нас график для страны-производителя Япония. На графике это подписано. И для страны-производителя Корея. Также указано у нас на графике. И каждая папка еще отдельно подписана. Так что запутаться практически невозможно. Мы обращаем внимание на П-уровень для критерия Шапира Уилка. Именно по нему мы будем решать, соответствует распределение нормальному или нет. Обращаем внимание, что полученный П-уровень мы будем сравнивать с заданным уровнем значимости для критерия. А именно с числом 0.05, 0.05. И мы видим, что в обоих случаях у нас П-уровень больше, чем 0.05. Соответственно, мы можем сделать вывод, что распределение переменной цена минимум близко к нормальному для обеих исследуемых стран. И теперь мы можем воспользоваться те критериям студента для независимых выборок. Третьим пунктом в нашем плане была проверка однородности дисперсии. И вы, наверное, сейчас верно можете заметить, что мы так говорим, что мы переходим к анализу, а проверку не осуществляем. Но в программе статистика критерий реализован таким образом, что проверка однородности дисперсии, то есть третий пункт нашего анализа как раз, может быть исследован непосредственно из данного модуля. Т-критерии студента для независимых выборок. И чтобы перейти к данному модулю, мы заходим во вкладку анализ, основные статистики и таблицы. И выбираем Т-критерии для независимых выборок. Нажимаем кнопку ОК. Выберем переменные. Зависимая цена минимум. Группирующая страна-производитель. Переходим во вкладку опции. И здесь мы видим критерии однородности дисперсии. Здесь также есть несколько критериев, которые можно использовать для таких целей. Но мы выбираем критерий Левина. Он наиболее часто используется при реализации данной процедуры. Отмечаем его галочкой. Нулевая гипотеза этого критерия говорит о том, что однородность дисперсии есть, а альтернативная говорит, что однородности нет. Все предельно просто. Нажимаем ОК. Мы получили такую длинную табличку с результатами анализа. И давайте поймем, что же нам из этой таблички нужно. Вот она у меня приведена здесь на слайде. И я выделила то, что наиболее важно для нас. Первым делом нам необходимо посмотреть на последний столбец. На П Левина. Это П уровень для критерия Левина. И мы сравниваем его опять-таки с пятью сотами. Мы видим, что он больше, чем заданный уровень значимости. И, следовательно, однородность дисперсии присутствует. Из этого мы сделаем вывод, что полученные данные для Т-критерия студента для независимых выборок будут достоверными. И теперь посмотрим на полученный П уровень для самого критерия студента. Он обозначается просто П. И равен он такому совсем маленькому числу. Это меньше, чем заданный уровень значимости пять сотых. И, следовательно, различия значений цены для стран-производителей Японии и Кореи статистически значимы. И давайте рассмотрим также другой тип критериев из данного класса. Это Т-критерии для зависимых выборок. Т-критерии для зависимых выборок используются в тех случаях, когда нам необходимо сравнить две группы, в которых содержится один и тот же признак для одних и тех же вещей. В данном случае обе переменные будут непрерывными. Чаще всего при данном анализе используются измерения, полученные через некоторые промежутки времени. И мы будем рассматривать файл данных «Акция предприятия», в котором у нас есть две переменные – цена на 2013 и 2014 год. Мы будем их сравнивать и мы определим, появилось ли какое-то изменение показателя цены за год или нет. Соответственно, в качестве переменных будут выступать цены на 2013 и 2014 год. И переменные выбраны. Можем перейти в «Статистику». Снова закрываю все предыдущие анализы, чтобы они не отвлекали. И открою файл «Акции предприятия». Вот та самая таблица. Для начала нам снова необходимо проверить соответствие распределения исследуемых признаков нормальному распределению. И мы снова заходим во вкладку «Анализ». «Основные статистики и таблица». «Описательные статистики». И выбираем переменные. Это будут обе переменные, потому что в данном случае у нас обе переменные непрерывны. И снова выбираем критерий Шапира Уилка. И нажимаем кнопку «Гистограммы». В рабочей книге у нас создалось две гистограммы. Цена на 2013 и 2014 год. Мы можем смотреть на АП-критерий, на АП-уровень и видеть, что оба они у нас больше, чем заданный уровень значимости 0.05. И, следовательно, распределение исследуемых признаков близко к нормальному распределению. Мы имеем дело с одними и теми же акциями и с одним и тем же признаком, признаком цены. Поэтому мы в данном случае будем использовать Т-критерий для зависимых выборок. Заходим во вкладку «Анализ», «Основные статистики и таблицы». И здесь нас спрашивают, текущий или новый анализ запустить. Мы с вами строили гистограммы для проверки на нормальность. И у нас открыт уже модуль описательных статистик. И нас спрашивают, вернуться к этому модулю или заново начать по строению. Давайте попробуем вновь. И выбираем для зависимых выборок Т-критерий. Нажимаем «Ок». И первым делом выбираем переменные. Нажимаем на Т-критерий. И мы видим П-уровень, который у нас получился. Давайте рассмотрим эту таблицу поближе. Здесь нам важен именно сам П-уровень, который здесь есть. Он у нас равен нулю. И чем меньше... Ну, он меньше, чем уровень значимости 0,05. И это значит, что различия между средними в данных группах статистически значимы. Мне бы хотелось также показать вам, как визуализировать Т-критерии. А для визуализации Т-критериев наиболее эффективно использовать диаграмму размаха. И когда мы заходим в соответствующий модуль, нам предлагается именно этот вид графика. Давайте нажмем. Соответственно, здесь мы на графике видим, что разброс для цены на 13-й год и для 14-й год, он очень даже существенный. И обратите внимание, что у нас это получилось и на числах, то есть П-уровень нам об этом говорит. И визуально мы тоже это можем заметить. Перейдем к следующему моменту, который необходимо озвучить. Что же делать в случае, если условия применимости Т-критериев не выполнены? Например, у нас распределение не соответствует нормальному. Для этого используются непараметрические Т-критерии. И если мы имеем дело с независимыми выборками, то наиболее известными являются критерии Вальда-Вольфовица, критерии Калмогорова-Смирнова и критерии Мана-Уитни. Среди всех этих критериев самым мощным являются критерии Мана-Уитни. И в современном мире чаще встречается он. И если мы имеем дело с зависимыми выборками, то есть если у нас рассматривается один тот же показатель, например, через какой-то промежуток времени, то мы можем использовать либо критерии знаков, либо критерии Вилкоксона. И здесь чаще можно увидеть критерий Вилкоксона, и он более мощен. И мы переходим к следующему разделу «Выявление связей между показателями». В данном разделе будет рассказываться о том, как можно вычислить коэффициенты корреляции и как правильно интерпретировать коэффициенты корреляции. Корреляция – это мера зависимости, то есть степень связи между непрерывными переменными. Корреляция меняется в пределах от минус единицы до единицы. И чем ближе значение корреляции к единице или минус единице, тем теснее связь между переменными. Соответственно, нулевая гипотеза говорит о полном отсутствии связи. При интерпретации полученных результатов для коэффициентов корреляции следует помнить, что положительный коэффициент корреляции говорит о том, что при увеличении значений одной переменной увеличиваются значения другой переменной. И отрицательный коэффициент корреляции говорит о том, что при увеличении значений одной переменной уменьшаются значения другой переменной. Существует условная классификация силы по корреляции, но каждый исследователь вправе предложить какую-то свою другую классификацию в рамках своего исследования. В корреляционном анализе очень важна проверка на значимость. Проверка на значимость коэффициента корреляции происходит посредством просмотра соответствующих p-уровней. В данном случае нулевая гипотеза утверждает, что коэффициент корреляции генеральной совокупности равен нулю. А альтернативная гипотеза говорит о том, что коэффициент корреляции генеральной совокупности не равен нулю. И проверка на значимость осуществляется для того, чтобы минимизировать ошибки при исследовании. В статистиках очень удобно реализована проверка на значимость эффектов. И многие эффекты, которые имеют значимость, подсвечены красным цветом. Это же касается и коэффициента корреляции. Значимые коэффициенты корреляции подсвечиваются красным цветом. Таким образом, нам необходимо просто посмотреть на цвет необходимого коэффициента и необязательно рассматривать p-уровни и их сравнивать. Существует несколько видов коэффициентов корреляции. Они разделены на группы параметрические и непараметрические. Соответственно, мы сразу понимаем, что нас ждет снова проверка на нормальность. К параметрическим коэффициентам относится коэффициент корреляции Пирсона, а к непараметрическим – коэффициент корреляции Спирмана, Тау-Кенделла и гамма-коэффициент корреляции. Для применения параметрического коэффициента корреляции Пирсона необходимо выполнение нескольких предположений. А именно, во-первых, анализируемые признаки должны быть количественными. То есть переменные, которые мы хотим проанализировать, должны быть только непрерывными. Распределение этих переменных должно быть близко к нормальному. Соответственно, это то, что я сказала. Мы будем обращаться за помощью к критерию Шапила Шапира Уилка. И также, что очень важно, связь между переменными должна быть линейной. Так как особенность коэффициентов корреляции заключается в том, что они улавливают именно линейную связь. Теперь мы можем перейти в программу статистика и построить корреляционную матрицу, посчитать какие-то коэффициенты корреляции. Возвращаемся снова к файлу с гайкой. Для начала нам необходимо проверить распределение всех непрерывных переменных из исходной таблицы. Идем уже по привычному пути. Анализ, основные статистики таблицы, описательные статистики, вкладка нормальность. Можем сразу отметить критерий Шапира Уилка. И давайте выберем переменные. У нас есть галочка «Подходящие переменные», которая во многих анализах помогает для того, чтобы отсеять показатели, которые здесь не подходят. Но мы и так знаем, что у нас первые девять переменных непрерывны. Последняя категориальна. Нажимаем «Ок» и кнопку «Гистограмма». Просматриваем все графики и обращаем внимание на П-уровни. Именно они нас здесь интересуют. Визуальную оценку, в принципе, тоже можно проводить, но не всегда она бывает достоверна. То есть не всегда можно на глаз правильно определить. Вот, например, в данном случае визуально нам не кажется, скорее всего, что это нормальное распределение, но цифры говорят обратно. Цифрам верить более правильно. И мы видим, что все П-уровни получены больше, чем заданный уровень значимости 0,05. Следовательно, мы можем сделать вывод, что можем применять парные корреляции Пирсона для всех переменных. Основное предположение у нас выполнено. Ну, точнее, два даже предположения уже выполнены. Для того, чтобы посчитать коэффициент корреляции, нам необходимо зайти во вкладку «Анализ», «Основные статистики» и таблицы, «Парные и частные корреляции». Выберем квадратную матрицу и посчитаем корреляцию между длиной и шириной. Нажимаем «Матрица парных корреляций». У нас выдалась табличка. В шапочке таблицы у нас подписано, что за результат у нас получен. Это корреляции для какой таблицы. Это таблица параметра объекта гайка. Что у нас подсвечено красным цветом, тоже написано. Написано «Отмеченные корреляции значимо на уровне 0,05». Соответственно, мы теперь знаем, на каком уровне у нас подсвечена корреляция. Написано, что у нас было N наблюдений. И происходило посрочное удаление BD. BD – это пропущенные данные. То есть, если у нас какой-то один признак здесь будет отсутствовать, то исключается вся строка. А теперь обратим внимание на саму таблицу. Первые два столбца – это описательные статистики. Среднее и стандартное отклонение для данных параметров. Включить или выключить эту опцию можно во вкладке «Опция». Убрать галочку «Включить среднее и стандартное отклонение в квадратной матрице». И тогда у нас будет появляться просто табличка. Мы видим, что на пересечении показателей у нас есть коэффициент корреляции. И для сопряжения переменной самой с собой, длина – длина и ширина – ширина, коэффициент корреляции равен единице. И это абсолютно справедливо, потому что переменная сама с собой – это она же и есть. И, конечно же, тут связь прямая. А вот интересен нам более значимый коэффициент корреляции. Напомню, он значим, потому что выделен красным цветом. Он положительный. Мы здесь не видим знака минуса. И он 0,82. Это достаточно сильный коэффициент корреляции. Если пользоваться той условной классификацией, которую я предлагала, это сильный коэффициент корреляции положительный. И теперь мы можем посмотреть, как получить более широкую матрицу корреляций. В данном случае мы смотрели только длину и ширину между собой. Но не обязательно сопрягать только две переменные и рассматривать. Давайте выберем больше переменных. И нажмем «Ок». Тогда у нас получается вот такая матрица корреляции, как ее еще называют. Можно немножко подвинуть, чтобы было удобно смотреть. Снова видим на диагонали единицы. Нам уже привычный факт. И также обращаю ваше внимание, что матрица корреляций у нас симметрична относительно главной оси. То есть мы можем смотреть либо только на нижнюю часть, либо только на верхнюю. И эта информация будет исчерпывающей. Давайте рассмотрим переменную массу. Нас интересуют именно значимые коэффициенты корреляции, потому что мы не хотим лишних ошибок. И мы видим, что масса значимо коррелирует с переменной размером. Я думаю, что логически это будет всем понятно. Чем объект больше, тем, скорее всего, у него больше массы. Но при этом корреляция не очень сильная, она такая умеренная. То есть, в принципе, действительно все логично достаточно. И коэффициент корреляции этот положителен. Давайте посмотрим на какой-нибудь отрицательный коэффициент корреляции. Вот, например, у нас есть переменная частота использования в процентах. И ширина. Здесь имеется обратная связь. Она также умеренная и значимая. Таким образом, мы можем смотреть на все результаты. И в одной таблице смотреть множество коэффициентов корреляции. Что является очень удобным инструментом. И также мне хотелось бы познакомить вас с визуализацией для корреляции. Как я говорила, когда мы обсуждали графический анализ, а именно диаграмму рассеяния. Именно диаграмма рассеяния является отличным средством визуализации для коэффициента корреляции. И чтобы визуализировать вот такую таблицу, мы будем пользоваться матричной диаграммой рассеяния. Выбираем все переменные и видим, что у нас строится соответствующий график. Мы видим, что по диагонали у нас стоят гистограммы для каждой переменной. И там, где у нас коэффициент корреляции равен единице, у нас как раз и 100 грамма для переменной. А дальше на пересечении видим, например, если рассмотрим вот этот график, самый первый в верхней строчке. Здесь у нас диаграмма рассеяния для переменной размер и переменной массы. Чем ближе лежат точки к красной линии, тем сильнее связь. Например, вот сразу бросается в глаза вот эта область, где у нас практически на этой оси и лежат точки. Если мы посмотрим на таблицу корреляции, то корреляция у нас здесь единица. То есть это практически те же самые наблюдения, те же самые переменные. И чем больше у нас рассеяны точки вокруг красной линии, вот как, например, во втором столбце, если мы посмотрим на второй столбец, ну и на первый тоже, у нас значимых коэффициентов корреляции нет, и связи здесь достаточно слабые все. И это показывает нам график совершенно очевидно и прекрасно. Таким образом, если не хочется вглядываться в цифры сразу, то можно порадовать себе душу такими красивыми картинками. Теперь мы можем перейти к заключительному этапу нашей лекции, а именно к регрессионным моделям. Самым простым случаем регрессионной модели является парная регрессия. Про парную регрессию мы как раз вспоминали также, когда говорили о диаграммах рассеяния. Вот эта линия красная, которая там выводилась, это и есть линия регрессии, которую мы с вами сейчас будем рассматривать. В ней мы имеем дело только с одной зависимой переменной и с одной независимой. Таким образом, мы можем получить обычное уравнение прямой, которое будет отображать влияние одной переменной на другую. И мы можем здесь проследить связь с графиком диаграммы рассеяния и, соответственно, с коэффициентом корреляции. То есть в данном случае понятия парная, регрессия, корреляция и грамма рассеяния они достаточно близки и я бы сказала, что они идут рука об руку. Зависимая переменная в литературе называется разными способами. Иногда она является выходной переменной, иногда переменной отклика. А независимую переменную часто называют объясняющей или входной. Но еще за ней закреплено такое название, как предикторальная переменная. Или, если говорить кратко, предиктор. В уравнении парной регрессии А – это свободный член, и он имеет какое-то определенное константное значение. А коэффициент В – это регрессионный коэффициент, который соответствует заданной предикторальной переменной. Теперь рассмотрим более общий случай. Это множественная регрессия. Более широкое понятие, которое включает в себя простую регрессию. Уравнение для регрессионной модели в общем виде выглядит так, как у нас здесь представлено. Как вот такое уравнение. И в этом уравнении У – это зависимая переменная, то есть переменная отклика. Х1, Х2 и т.д. до ХН – это переменные независимые, переменные предикторы. В0 – это свободный член для данного уравнения. И В1, В2 и т.д. до ВН – это регрессионные коэффициенты. Для соответствующих предикторальных переменных. И прежде чем приступить к созданию регрессионной модели, нам необходимо проверить восполнение нескольких предположений. Во-первых, входные данные должны быть случайной выборкой из независимых наблюдений. Т.е. те объекты, которые мы исследуем, должны выбираться из общего числа не по какому-то конкретному правилу, а случайно, т.е. рандомно. Во-вторых, между предикторами не должно наблюдаться никакой линейной связи. И в статистике это выполняется автоматически. В-третьих, число наблюдений должно хотя бы в 10 раз превышать число предикторов. Т.е. если мы хотим построить модель для 10 предикторов на 20 наблюдениях, то мы получаем статистически некорректные результаты. И в данном случае, если у нас 10 предикторов, нам необходимо как минимум 100 наблюдений. Давайте сейчас представим, что мы проделали некоторые манипуляции с данными и получили регрессионную модель. Нам необходимо будет проверить адекватность полученной модели. В-третьих, полученная модель должна удовлетворять четырем основным условиям. Вы видите сейчас их на экране. И я более подробно сейчас расскажу про каждый пункт. Во-первых, полученная модель должна объяснять более 80% вариаций. Нам будет помогать изучить этот момент коэффициент детерминации. Во-вторых, коэффициенты уравнения регрессии значимы на 5% уровне. А в этом нам будет помогать f-критерий. Мы будем смотреть на значение f-критерия и делать вывод, значимы наши коэффициенты или нет на 5% уровне. В-третьих, остатки от регрессии нормально распределены с нулевым средним значением. И это нам будет помогать определить либо гистограмма, либо нормальный график остатков. И последний пункт. Остатки от регрессии должны иметь одну и ту же дисперсию для всех предсказанных величин y. То есть при нанесении остатков напротив предсказанных величин мы должны наблюдать случайное рассеяние точек. Для этого мы будем встроить диаграмму рассеяния и смотреть, как наши точки распределены по плоскости. Мы будем рассматривать таблицу с типичными данными, которые возникают в области кардиологии. Каждая строка здесь подразумевает под собой одного пациента. Каждый... То есть у нас здесь пациенты в каждой строке. Каждый столбец подразумевает под собой определенную характеристику. Это у нас рост, вес, индекс массы тела и так далее. О них три параметры. И последняя переменная hertrade – это пульс. Наша цель будет заключаться в том, чтобы определить зависимость переменной hertrade от всех остальных переменных. И теперь мы можем перейти в программу статистика и познакомиться с модулем регрессионной, множественной регрессии, регрессионный анализ. Для начала, как всегда, открываем необходимый файл. Вот такая у нас имеется таблица. Сейчас надо оговорить, что у нас тут, конечно, 10 предикторов и 10 наблюдений. Это с точки зрения анализа немножко неправильно. Но пример у нас, в принципе, учебный, поэтому нам можно закрыть глаза на это несоответствие. И представим, что у нас здесь 100 пациентов. Регрессия располагается в разделе «Анализ» «Множественная регрессия». Первым делом, естественно, выбираем переменные, как мы это делали и до этого. Зависимая переменная, как мы выяснили, hertrade, и зависимые все остальные. Нажимаем «Ок» и теперь перейдем во вкладку «Дополнительно». Что мы здесь видим? Во-первых, один из самых важных на данный момент пунктов. Здесь есть возможность выбрать пошаговую или гребневую регрессию. Также здесь есть некоторые другие настройки, но на них мы останавливаться подробно так не будем. Ставим здесь галочку и нажимаем «Ок». Когда мы поставили галочку, у нас получается такое диалоговое окно. Основным моментом здесь является выбор процедуры. У нас есть на выбор три процедуры. Это процедура стандартная, пошаговая с включением и пошаговая с исключением. Хотелось бы немного поговорить о том, чем они друг от друга отличаются. Первая процедура стандартная. Для использования этой процедуры используются все предикторы. То есть модель строится на основе всех независимых перемен. Абсолютно всех. И просто считается коэффициент для каждой переменной. Но это не всегда является эффективным. Точнее, практически всегда это недостаточно эффективно. И более популярны пошаговая с включением и пошаговая с исключением. Чем отличаются эти процедуры? Процедура пошаговая с включением используется при предположении о том, что у нас только часть независимых переменных оказывает влияние на отклик. То есть независимую переменную. И на первом шаге в модель добавляется наиболее значимый предиктор. На втором – второй по значимости. И так до тех пор, пока все независимые переменные, которые влияют на отклик, не будут включены в регрессионную модель. Таким образом, изначально у нас не входит ни одна переменная в модель. И постепенно они добавляются. Немножко наоборот, как будто обратным путем действует пошаговая с исключением. Она используется при предположении о том, что большинство предикторов оказывает влияние на зависимую переменную. Соответственно, изначально у нас как раз все предикторы входят, как в стандартный. Но только в стандартный они там так и остаются. А в данном случае на каждом шаге из регрессионной модели удаляются наименее значимые предикторы. До тех пор, пока они останутся только значимые. Соответственно, процедуры пошаговые с включением и исключением более целесообразны, так как меньше предикторов в данном случае будет в модель вступать. То есть модель получается проще. Это хорошо. И выбираем сегодня пошаговость с включением. Мы именно на примере пошаговость с включением рассмотрим наши данные. Посмотрим, что у нас есть еще во вкладках в данном модуле. Во вкладке дополнительно мы можем выбрать включать или исключать свободный член модель и также установить необходимый уровень толерантности. Для пошаговых методов регрессионного анализа очень важно устанавливать эту величину. Под данной величиной внимается барьер для включения в модель независимых переменных. Толерантность которых меньше установленной. В том случае, если величина толерантности мала, переменная несет малую дополнительную информацию и включение ее в модель нерационально. Нас устраивает такой уровень толерантности. И мы оставим его таким. Новая независимая переменная, которая включается в модель, может сильно влиять на зависимую переменную. Но если ее включение происходит после других независимых переменных, то она может уже мало влиять на саму зависимую переменную. Это тоже надо обратить внимание, что пошаговое построение происходит постепенно. Дальше зайдем в раздел «Пошаговый». Здесь можно установить F-статистики для включения-исключения или число шагов. То есть мы можем ограничить число этапов для регрессионной модели. И также нам предлагается выбрать, отображать только итог или смотреть на результат на каждом шаге. Нам сейчас необходимо выбрать на каждом шаге, потому что мы хотим посмотреть, что у нас будет происходить. И более подробно остановимся на F-включения и исключения. В пакете «Статистика» по умолчанию переменная будет включена в модель, если частный F-критерий больше или равен единице. Но при нашем анализе мы будем сами выбирать любое другое значение. Главное, чтобы численное значение F-критерия для включения, для включения независимой переменной в модель, никогда не было меньше, чем численное значение критерия для исключения. Но в принципе в наиболее общем случае нас устраивает все, как стоять по умолчанию. И мы нажимаем кнопку «Ок». И вот уже начинается самое интересное. У нас начинает строиться наша множественная регрессия. Нам вывелось диалоговое окно, где написано, что пока ни одна из независимых переменных не включена в регрессионную модель. То есть это у нас шаг 0. Мы нажимаем кнопку «Далее», чтобы программа могла перейти к следующему шагу. Итак, нам вывелись результаты для шага 1 – множественной регрессии. На первом шаге у нас происходит раздельное оценивание каждой независимой переменной. И переменная, имеющая наибольшее значение f-критерия, которая к тому же больше или равно значение f-включения, добавляется в уравнение регрессии. Мы видим, что первой в наше уравнение включена переменная bodyWave. Следовательно, данная переменная оказывает наиболее сильное влияние на переменную hertrade среди всех независимых переменных. Давайте посмотрим, что у нас происходит в других вкладках. Зайдем во вкладку «Дополнительно». Мы видим, что здесь у нас доступно достаточно много опций. И эти опции можно использовать на каждом шаге по шаговой регрессии. Зайдем в раздел «Итоговая таблица регрессии». Здесь в шапке у нас приведены некоторые статистики для данного шага. А именно нас интересует коэффициент корреляции r. Это 0,85. Он нам показывает, что зависимая переменная очень тесно связана с данной переменной. В принципе, мы это знаем, потому что не зря этот предиктор был первый включен в модель. И коэффициент детерминации r квадрат равен 0,73, почти 0,74. Он говорит нам о том, что полученное уравнение, то уравнение, которое у нас есть на данном шаге, что оно объясняет 73% вариаций, практически 74. Уже результат, в принципе, более-менее, но недостаточный, потому что нам необходимо 80% как минимум, как мы помним. Теперь значение по F-критерию смотрим. Оно у нас равно 25,3. И P-уровень для F-критерия у нас крайне маленький. Это меньше, чем заданный уровень значимости. Наш заданный уровень значимости 0,05, как и всегда. И если значение полученной статистики больше критического значения при данном уровне значимости, то нулевая гипотеза отвергается. Это означает статистическую значимость регрессии. Стандартная ошибка оценки – это следующий пункт, на который мы будем смотреть. Она равна 4,5. Если мы вспомним необходимые условия для адекватности модели, мы будем иметь в виду, что для того, чтобы регрессионная модель была наиболее хорошей, необходимо, чтобы стандартная ошибка оценки не превышала 5% от среднего значения зависимой переменной. Для этого нам необходимо посмотреть на среднее значение. Мы можем это всегда сделать с помощью описательных статистик. Вернемся к таблице. Зайдем во вкладку «Анализ», «Основные статистики и таблицы», «Описательные статистики». Переменная нас интересует «Hert Rate» и нас интересует «Средняя». Остальное все мы уберем. Оно нам не нужно. Нажимаем «Ок». Видим, у нас «Средняя» – 64 примерно. Если посчитать 5% от этого, то получится где-то 3,2. Я думаю, всем не поверят на слово. Из этого мы можем сделать вывод. Соответственно, наш результат, который был получен, здесь у нас это 4,5. 3,2 – это сильно меньше, то есть стандартной ошибки оценки больше. А у нас не должен превышать этот показатель 5%. Это значит, что модель все-таки не очень хороша. Ну, то есть у нас и стандарт нашей оценки пока что не устраивает, и R2 нас не очень устраивает. Поэтому будем дальше работать. И, конечно же, не стоило надеяться, что на первом шаге у нас получится уже очень хорошая модель. Это редкий случай. Итак, нам необходимо посмотреть на то, что будет так. Тогу таблицу регрессию мы посмотрели. Да, теперь мы можем вернуться к построению регрессионной модели. Чтобы продолжить следующие шаги, необходимо нажимать кнопку «Далее». Видим, что на втором шаге у нас добавился индекс массы тела. И, как мы видим, каждый раз у нас меняются все показатели. То есть модель, соответственно, от включенных в нее параметров изменяется. Нажимаем кнопку «Далее», пока не увидим здесь кнопку «Ок». Итак, это произошло, и мы видим, что у нас здесь 7 предикторов включено. Всего у нас было 9 предикторов. То есть из 9 у нас только 7 оказались необходимыми для построения модели с включением. Итак, рассмотрим для начала верхнюю часть окна диалогового. Первым делом посмотрим на коэффициент детерминации r². Это он 98. 0,98 – это говорит о том, что полученное уравнение регрессии объясняет 98% вариации. Это очень хороший результат. Также смотрим значения по F-критерию 22 и по уровню для F-статистики 0,13. Даже 0,13. Это тоже меньше, чем заданный уровень значимости. И если значение полученной статистики больше критического значения при заданном уровне значимости, то нулевая гипотеза отвергается. Это означает, что статистическая значимость коэффициентов, входящих в регрессионную модель, она присутствует. И это хорошо. Смотрим на стандартную ошибку оценки. 2 с небольшим. В прошлый раз мы сравнивали с 3,2. И у нас было больше, чем 3,2. Сейчас у нас меньше. Это уже очень хорошо. Это значит, что еще по одному пункту наша модель подходит. Теперь мы перейдем к анализу остатков. Для этого мы нажмем... Для начала, конечно, кнопку «Ок». Здесь у нас приведены все те же самые результаты, которые мы сейчас обсудили. Для того, чтобы перейти к анализу остатков, нам необходимо нажать на кнопку «Остатки и предсказанные». Посмотрим, что у нас здесь есть. Для начала мы будем разбираться с тем, что же такое вообще остатки. И в этом как раз нам эта таблица и поможет. У нас есть наблюдаемые значения. Они здесь в столбце. Есть предсказанные значения. То есть это значения, которые были вычислены с помощью нашей регрессионной модели, которую мы сейчас получили. В явном виде мы ее пока с вами не видели, но скоро уже увидим. Остатки – это разность между предсказанным и наблюдаемым значением. Соответственно, нам сейчас необходимо будет проверять, чтобы они были нормально распределены. В принципе, тут есть еще и другие параметры, но мы на них не будем восстанавливаться. Самое главное – это смотреть на нормальность остатков. И в этом нам поможет нормальный график остатков. Мы его строим с помощью кнопки, соответствующей во вкладке «Быстрый». Такой график немножко новый для нас. Но хочу немножко пояснить, что вот эта линия красная, в данном случае, ее можно воспринимать как колокол наш, который вытянут в прямую. То есть, если немножко неформально так это говорить. И нам необходимо, чтобы все точки лежали как можно ближе к этой линии. То есть, если они прямо плотно на линии лежат, то это значит, что это прямо нормальное распределение. Если они будут рассыпаны по графику, то это будет говорить об отсутствии какого-то намека на нормальное распределение. В нашем случае картина получается очень хорошая. У нас чисто визуально даже видно, как точки у нас рассеяны. И если такой график будет не устраивать, то можно через остатки предсказанные построить по данной переменной гистограмму или проверить по критерию Шаппера Уилка и удостовериться в том, что остатки распределены нормально. Но чаще всего в данном разделе визуального анализа хватает. И теперь нам осталось разобраться с последним пунктом. Для этого мы заходим в раздел диаграммы рассеяния. Помните, мы говорили о том, что нам необходимо будет построить диаграмму рассеяния для того, чтобы посмотреть, как соотносятся между собой предсказанные и остатки. Как раз это мы можем получить, если нажмем на такую кнопку. Нам необходимо, чтобы на данном графике наблюдалось случайное рассеяние точек. И этот график, на котором изображено взаимосоответствие предсказанного значения и конкретного остатка, нам дает то, что мы и хотели увидеть, а именно случайное рассеяние. Это говорит о том, что последний пункт, который нам был необходим... Напомню, что это были за пункты. Все эти пункты у нас выполнены. И теперь мы можем получить модель в явном виде. Наша модель адекватна. Для того, чтобы построить само уравнение, для того, чтобы получить его, нам необходимо зайти во вкладку «Дополнительно» и нажать кнопку «Итоги регрессии». Получаем таблицу, где опять-таки выведены все параметры, которые мы до этого изучали. Если вы переключитесь на вторую таблицу, то увидите, что здесь у нас есть таблица с отдельно вынесенными параметрами, что тоже, в принципе, удобно. Иногда не хочется разбираться в том, что здесь написано. И просто в таблице можно все четко увидеть. И здесь есть много столбцов, но нас интересует именно столбец B. В нем содержится значение свободного члена, это первое число, и значение для регрессионных коэффициентов при соответствующих предикторах. Теперь мы можем записать нашу модель в явном виде. И делать мы это будем следующим образом. Мы записываем переменная хердрейт, то есть наша переменная отклика, равна свободный коэффициент, в нашем случае это минус 2000 с лишним, плюс коэффициент перед первым предиктором, умножить на значение этого предиктора, плюс коэффициент перед вторым, и таким образом до конца. Теперь, если у нас будет пациент, для которого будут известны значения всех этих параметров, мы сможем предсказать значение пульса. И переменную хердрейт мы теперь можем предсказывать. В данном случае мы рассматривали пульс, и, возможно, это не самая злободневная проблема спрогнозировать пульс у человека, но такую модель можно использовать, например, при прогнозировании каких-либо других показателей, например, прогнозирование цен или прогнозирование доходов. То есть, в принципе, все, что связано с прогнозированием, здесь доступно. И на этом наша лекция читается закрытой, вся информация исчерпана. Хотела бы напомнить о том, что вы можете присылать свои вопросы в форму, расположенную в нижнем правом углу экрана. Мы можем ответить на ваши вопросы сейчас, когда у нас остается еще немного времени, или можем ответить вам позже по электронной почте. И для того, чтобы мы могли ответить на ваш вопрос, необходимо при заполнении формы обязательно указать ваше имя, фамилию и электронный адрес. Также обращаем ваше внимание, что Статсофт несколько раз в год проводит бесплатный двухдневный курс для преподавателей высших учебных заведений, нацеленный на получение практических навыков работы в статистике, необходимых для использования пакета в образовательной деятельности. Обучение проводится на уникальных кейсах Статсофт, и направить заявку на участие можно по электронному адресу sales.sobaka.statsof.ru Также при вашем запросе по этому адресу мы можем предоставить вам видеозапись предыдущего курса для ознакомления и следите за датами следующих курсов для преподавателей на нашем сайте statsof.ru Также мы рекомендуем для ознакомления наш сайт statistica.ru Уважаемые слушатели, обращаем ваше внимание, что слева под окном видеоплеера с трансляцией расположена ссылка на нашу анкету. Пожалуйста, заполните ее после завершения лекции. Это необходимо для того, чтобы улучшить качество проводимых нами мероприятий, и нам очень важно ваше мнение. Спасибо за внимание. У нас тут появился вопрос. Сейчас мы его посмотрим. Вопрос от Александра. В регрессионной модели последняя переменная незначима. Справедливо ли ее включать в модель? Вопрос достаточно хороший. Действительно, у нас незначимый коэффициент получился последний, но статистика внесла его, и мы можем просто обратить на это внимание. Также мы видим, что у нас вклад этой переменной достаточно мал. То есть из этого мы можем сделать вывод, что это не очень сильно будет влиять на нашу модель. И, соответственно, каждый раз у нас пересчитывают значения F-статистик, и нам нужно на каждом шаге смотреть значения F-статистик. И в совокупности эти все предикторы значимы по F-критерию. Также мы обращаем внимание на верхний P-уровень, который здесь выведен. И он говорит нам о том, что модель в целом значима. То есть для нас здесь важна именно общая картина. Я надеюсь, я ответила на вопрос. Давайте посмотрим, есть ли у нас еще вопросы. И если вопросов нет, то лекцию можно считать завершенной. Спасибо за внимание.